Конкурс «Блокфлейты. Волшебные звуки» проходит с 2009 года. Побороться за звание лучшего блокфлейтиста в Лесногородскую детскую школу искусств приезжают конкурсанты из разных уголков Подмосковья. На этот раз на сцену вышли представители 21-го муниципального образования. В Московской области все конкурсы платные, а у нас этот конкурс на протяжении всего времени бесплатный, финансируется за счет Одинцовского муниципального района. Конечно, мы за это благодарны, и люди, которые приезжают со всей области, они, естественно, еще больше благодарны, потому что все бесплатно. Члены жюри отмечают хорошую подготовку учащихся. У меня какое-то есть представление о том, как это все двигается, и надо сказать, что действительно есть прогресс в плане репертуара, то есть более грамотно подобный репертуар для блокфлейты, есть более правильный подход педагогов к тону этого инструмента, потому что он не воспринимается ими как начальные дудочки инструмента, для перехода на основные так называемые инструменты, а просто нефрепедагоги работают серьезно, это видно. Конкурс прошел в трех возрастных группах 7, 8 и 9 лет. Юные артисты выступили в номинации соло. Марии всего 8 лет. По словам юной флейтистки, этот конкурс для нее не первый, и останавливаться на достигнутом она не собирается. У меня один диплом, я только на одном конкурсе выступала, а концертов у меня было много. Постоянно растущее число участников конкурса флейта и волшебные звуки доказывает, этот духовой деревянный инструмент пользуется популярностью у подрастающего поколения. При этом у каждого юного музыканта интерес к нему возрастает по своим причинам. Почему ты выбрала именно этот инструмент? Ну, потому что блок флейта, она развивает дыхание и пальцы тренирует для всех инструментов. Ну, потому что у меня братья на духовом играли, я тоже ничего на духовом. Музыкальный конкурс продлился до самого вечера. Гран-при завоевала Дарья Афанасьева из Мятищ. А дипломы участников музыкального соревнования получили все конкурсанты. Аплодисменты.